Музыка Ребята, всем доброе-предоброе утро, точнее добрый вам денёк. У меня утро, опять же таки, съёмок. Честно скажу, я этим живу. Я постоянно снимаю, постоянно монтирую. И на данный момент вся моя жизнь протекает таким вот образом. Снимала очень интересное для вас видео. А тег 1 апреля блогерам не веря. Я надеюсь, будет интересное для вас такое видео. Вот, потому что скоро 1 апреля, и все начнут шутить. И вот по этому поводу отсняла я, надеюсь, интересное видео. Я его уже начала смонтировать, точнее, я уже практически его смонтировала. Вот, у меня здесь работает телевизор. Кстати, насчёт видео. Кстати, сохранила я. Пусяничку мою шпич, сладенькую. Ты мою девочку. Такая, вот прям ей так нравится в этой штучке лежать. Вообще классно. Как-то у нас прохладно. Как-то прохладно. Так надо тапочки одеть, кофту одеть. Я просто сидела под пледом, монтировала видео и чувствовала себя прекрасно. Но когда вылезла за камерой в логовой, поняла, что прохладненько. На улице замечательная погода. Как бы вроде солнышко, вроде хорошо. Но видите, вот облачка всё-таки есть. И я думаю, к вечеру всё-таки будет опять дождик. Я сейчас хочу что-нибудь перекусить. Поставлю камеру. Ой, оденусь. Думаю, что я его сейчас перекусить. Написала Ваня. Я не знаю, во сколько он сегодня вернётся с университета. Потому что вроде он с одногруппниками должен был остаться. Опять же таки делать работу, заниматься. Сессия последняя неделя перед каникулами. Она у меня и у Вани будет такая сложная. Вот. Ой, теперь вроде лучше стало. Так, поставим чайничек. Пусть всё закипает. Вот. И я вот думаю, что мне сегодня готовить. На обед я не буду ничего готовить. На обед будем кушать то, что у нас там есть. У нас там ещё и рис остался. В общем. А на ужин я всё-таки думаю, думаю сделать пюре с Ваниным любимым соусом. Как же он называется? Там идёт говядина, лук и сметана. Катя зависла. Катя не помню. Я не помню, правда. А когда буду готовить сегодня, посмотрю и скажу. Обязательно. Вот. Так что вот такие вот делишечки. Ну, как крышечки. Настроение сегодня хорошее. Вчера очень поздно легли спать. Ваня немножко проспал в университет. И я проснулась. Знаете, от чего проснулась? То, что к соседям снизу кто-то стал очень сильно звонить в дверь. И такой был звук у них ужасный, конечно, звонка. И я от этого проснулась. Смотрю, Ваня рядом лежит. На улице уже очень светло. Солнышко. Я говорю, Сая, ты проспал? Ты опять проспал? Он подрывается такой. Блин. Вот. Но проспал не на очень много. Так что он все равно все успел. И мы кофейку с ним попили. Я сейчас просыпаюсь вместе с Ваней. Встаю раньше. Я еще спала полдня. Вот. Сейчас я уже не сплю. Слишком много дел у меня. Вот. Ой, дима, я красавица. Красавица. Видите, какие у нас теперь две каккодерки. На одной мы спим, а на другой мы вот точим ногтики. Вот. И, кстати, по поводу этой подставки для компьютера покупала я в Икеа. Очень удобная вещь. Так. У меня закипел чайник. Чайник у меня закипел. У меня здесь есть кружечка. У меня здесь есть чай. Сейчас мы сделаем горяченького чайка. Погреемся. Ой, хорошо. Так, чайную ложечку. Где у нас чайную ложечку? Вот чайную ложечку. И сегодня на завтрак делала себе, опять же, бикини. Только без сыра. Сделала с паштетом. Просто паштет и ветчина. Потому что сыр у нас закончился. Нам сегодня еще нужно после учебы моей мы поедем закупаться. Потому что у нас все закончилось. Абсолютно все закончилось. Вот. Поэтому нужно съездить закупиться. Так. Чайную ложечку. Счем бы чай попить. Все закончилось. Счем бы пить чай. У нас есть чоколадка. И что это? Чайная ложечка есть. Видите, мы когда покупали эту шоколадку? Позавчера или когда? Не помню. Суббота это была? Или пятница? По-моему, пятница это была. Пол шоколадки нет. Ну, это сладкоежка у нас. Кубичик один. Все, ребятки. Иду я на учебу. Давно я уже не ездила в этом лифте. Давно не снимала. А вот не знаю, какая погода на улице. Поэтому одела шарф. Лучше пусть будет. Если будет слишком тепло, то я его просто сниму. Мы уже приехали. Идем. Итак, почта. Почта здесь новая пришла. Так, почта пришла к нам. Нам пришла фактура за свет. Это первая фактура за свет, которая к нам вообще приходила. Она приходит раз в три месяца. Так что сейчас буду смотреть. Ребята, я возвращаюсь уже с учебы. Написала экзамен по математике. И сейчас иду на станцию. Ваня меня там встретит. И мы, короче, идем закупаться в магазин, как я и говорила. На улице реально холодно. Такой воздух холодный-холодный. Здесь ветра нету. А в террасе ветер жуткий. Я думала, меня снесет. Я пришла вовремя. Как раз вот едет мой поезд. Это Ваня пишет. Все. Садимся и едем домой. Магазин точнее. Мы в Меркадоне. Приехали на закупку на маленькую. У нас несколько продуктов закончилось. Да? Да. Я уже рассказывала, кто у нас. Когда ты это рассказывала? Все закончилось. Все закончилось? Фактически, да. Ну, основные продукты закончились. Много всяких не основных осталось. Даже много всяких не основных, я не знаю, тоже уже нет. Но самое главное закончилось кофе. Поехали за кофе. Поехали за кофе. Поехали за кофе. Что ты считаешь? Урабить? Или вот такие вот? Катя выбирает мыло. Какое взять? Такое с блестками? Красивое. Мне то, в котором убрали вкусно нравилось. А здесь такого не... Нужно ехать либо в Каррифур, либо в Аль Кампо. Ну, не знаю. Тогда выбираю на свой вкус. Я не сомневаюсь. В принципе, все равно эти руки будут. Ну, мне здесь ничего не нравится. Я не хочу здесь много покупать. Но у нас вообще мило закончилось. Ну, по-моему, чем есть. Можно немножко набрать это. Для тела. Не будем брать. Мы потом съездим в другой магазин, возьмем другое. Ну, все, пошли. Так. Вроде все. Да. Пошли. Пошли. Ваня теперь все перекладывает в машину. Затарились мы так. Неплохо. Да, зайчик? Мы купили все самое необходимое. Ничего из такого. Знаете, чтобы там какую-нибудь неполезность мы не купили. А, да. Хотя, да. Пирожники купили. Там соленые, сладкие. Все остальное нужное. Мясо, крупа, мука, яйца, вода, хлеб. Овощи. И туалетная бумага. Как же без него? Ну, как же без него? Синенько. Так. Надо поехать отвезти. Это там что-то мы вставляли? Да. Вставляли. Отвезешь? Давай. Покажи мастер-класс, как надо ездить. Ю-ху. Сая. Ты что? Так громко грохотаешь. Так громко, говорю, грохотаешь. Ветер такой, слушай, холодно. Ребята, ку-ку, мы уже дома. Я готовлю без строганов. Наконец-то я вспомнила название этого блюда. Точнее, мне Ваня, я бы подсказал. Без строганов я готовлю. Готовлю пюрешку. Ванечка у меня начистил картошечки. Он у меня такой умница. Помогает мне на кухне, куда я в этом, естественно, нуждаюсь. У нас сегодня вообще такой, знаете, этот диафамильяр, но даже тардофамильяр. То есть такой, господи, сейчас, секунду. Это семейный вечер. Вот, семейный вечер. Единственное, что никакого у нас нету, но у нас есть компьютер и есть скайп. Так что мы сегодня со всеми общаемся по скайпу. Уже с кем мы только не поговорили. Я заодно здесь хожу, вмешаю еду, чтобы ничего не сгорело и не подгорело. Все, без строганов готов. Осталось сделать за пюрешечкой, которое будет готовить Ванечка. Итак, Зая, что нам нужно? Сливочное масло. Для начала положим такой маленький кусочек. Та, прям, внутрь. Картошечка. Немножко непобедимое. Вторая, второй ящик. Вот она. Непобедимая наша. Это раритетная толкушка с семейной кухней. Это первая была толкушка. У нас рука не поднялась ее выкинуть. Мы ее себе забрали, потому что у нас другой нет. Смотрите, тут есть очень важный атрибут. Хомутик. Если вылетает, нужно немножко подкрутить. Супер гений, давай делай пюрешку. Итак, сначала мы все это делаем полчом. Очень долго полчом, где-то минут сорок. Чтобы картошка дошла до определенной температуры, чтобы образовала определенную вот такую вот консистенцию, нужно сорок минут, не больше, не меньше его толочь. Если больше, оно убежит. Прям, ну, вы поняли. А если меньше, то... Ничего не получит. Ничего. Так, давай я тебе приготовлю. Следующее, что нам нужно, так это молоко, правильно? Yes. Yes, yes, of course. Yes, of course. Вот тебе молоко. Может, елку мы заправим? Не, не надо. По-новому молится мороженое. Давай все. Бананов, туда орешков. Новый коктейль. Картофель на банановый. Мы наконец-то сейчас будем ужинать. Слушай, мне неудобно. Надо вот так сделать. О! Мать себе все гениально. Там дергалась, все непонятно как. Ой, что-то спать захотелось. Да? Я, кстати, сегодня хотел днем поспать. Но так и не получилось. То одному позвонили, то другому, то третьему, то четвертому. То уже картошку здесь надо делать. Сейчас сейчас делать картошку уже и кушать надо. А когда покушаем, то уже и уроки делать надо будет. Я здесь сегодня опять посплю так же, как я вчера поспал. Ваня вчера поспал всего два часа. Два часа за всю ночь. Сегодня вообще... Это как бы нормально. То есть два часа так вот раз поспать нормально. Но когда ты второй раз уже спишь два часа, вот это уже не совсем нормально. Третий раз ты уже уснул и проснулся через 15 часов. Так что скоро у Вани появятся опять синие синяки под глазами. Потому что когда у него сессия... Не, они у тебя лучше становятся. То есть они понемножку уходят. Но потом, когда ты опять не спишься несколько дней, то у тебя потом синяки опять очень сильно появляются. Что поделаешь? Да. О, теперь пришла очередь молока. Мне кажется, я масла добавил молока. Давай еще чуть-чуть кинем. Ну, добавь еще. Чтобы там у нас все послипалось. Да. Все, что можно и не можно, чтобы слиплось. Себе не жалко. Картошка любит масло. Что, каша любит масло? Ну, картошка тоже. Нет. Нет? Каша любит картошку. Каша картошку любит? Они любовники? Не знаю. Это же, что вам предъявили. Ну, вот этот, любовный треугольник. А кто третий? Масло, картошка и кашка. Все друг друга любят. Что-то я это, туго догнала. Туго догнала. Так, вот, Ваня, все, все, все никак не успокоится. Что-то напахнет. Как будто что-то горит. Да, вроде ничего не горит нигде. Не должно, по идее, ничего гореть. Ручка? Нет, эти ручки не закрываются у нас. Я в ложку. О, ну, перестало это бурлить. Без травы. Так, ну, это как раз выполняем. Был заказ показать, как я готовлю пюре. Вот мы выполняем. Так что, кому было неинтересно. Добро пожаловать, перемотка! Вы уже эти минуты не вернете назад. Вы их потратили зря. Ну, почему зря? Может, не зря. Вы узнали то, что вы уже давно узнали. Давай, теперь самый главный ингредиент – это молоко. Маня, кстати, водичку, воду, которая варилась с картошкой, сливает абсолютно всю. Нет, там чуть-чуть есть. Ну, капелюшка. Ну, то есть ты не сливаешь в чашку, чтобы потом добавлять. То есть ты ее потом используешь. Ну, иногда делаю, но я люблю больше молоко добавлять. Вот, и сейчас вот сам тот будет процесс, когда пирожка будет становиться очень пышной, нежной и очень вкусной. Маня покушал и сдремнул уже часик где-то. Ты сейчас будет заниматься или все-таки будешь спать и рано утром встанешь? Что ты решил? На нем лица нет, он, глаза красные. Я пусыл в грязь сальт. Такая, раздевайся. В джинсах не ложись. Ладно, ребятки, вот такой вот сегодня коротенький денечек. Ну, знаете, начало недели, и неделя сложная перед каникулами. В общем, всем огромное спасибо, что вы нас посмотрели. Спасибо, что вы с нами. Передаю всем приветики. И увидимся с вами завтра. Так что всем пока-пока, спокойной ночи. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень. Пока-пока. Продолжение следует...